Чем известен Тесак? Его сажал Навальный, о нем сняли кино, он раньше других понял, как прославиться через шок-контент. Он много лет оставался безнаказанным, как вдруг на него стали заводить одно дело за другим. Даже его смерть вызвала очень-очень много вопросов. Сегодня стало известно о новом деле неонациста Тесака, он же Максима Марцинкевича. Максима Марцинкевича задерживали по официальной версии при поддержке ОМОНа. В Москве всего лишь за три часа отловили сразу пятерых педофинов. И еще одному удалось сбежать. К десяти годам колонии приговорен националист Максим Марцинкевич. Уличный боец Максим Песак Марцинкевич! Прошло два года с тех пор, как не стало Тесака Максима Марцинкевича. Для одних он нацист, ксенофоб и преступник, для других – чуть ли не герой, наказывавший педофилов, наркодилеров, да и вообще яркая фигура из интернета начала 2010-х. Давайте вспомним основные пункты из его биографии. Приветствую вас, дорогие друзья! Это шоу «Панчбокс». Это шоу, где двое участников устраивают бой прямо в телефонной будке. «Панчбокс». Мега-бойцы в весьма стесненных обстоятельствах. Настолько нервно, что выпадают зубы, волосы. До того напряженно, что некоторые участники аж вопят перед началом. Они знают, что их ждет. Кто-то поопытнее, кто уже снимал койко-место в Москве или жил в коммуналке в Питере. А кто-то из них даже и не представлял, куда попал. Разрыв шаблонов происходит у нас перед глазами. Многие бои с историей и разрешают многовековые конфликты между бойцами. Абсолютно ошалевший движ. Часто будку приходилось придерживать руками. Настолько там внутри все дико происходило. Я там был и до сих пор в шоке. Рекомендую. Панчбокс. Смотрите эксклюзивно на Рутюб. Сначала Тесак попал на радары как лидер неонацистского движения «Формат-18». Но прославился он не только акциями прямого действия, а скорее как блогер. Он сделал сайт, на котором общались его сторонники. Он вел блог и снимал видео. Самым нашумевшим было видео. Кайт таджикского ныкоторговца. Впоследствии оказалось, что это постановка. Столь яркая деятельность Тесака в интернете в течение двух лет не интересовала правоохранителей. Поэтому в кругах антифашистов ходил слух, что он находится под крышей ФСБ. Скорее всего это была неправда. Просто время было такое. В 2007 году Тесак с группой поддержки подошли в крошечный московский клуб, где проходили дебаты либеральной оппозиции, дискутировали Юлия Латынина с Максимом Каноненко. Ведущим был Навальный. Тесак потребовал слова и задал участникам вопросы. Согласны ли они, что для процветания России нужно убить всех демократов, гастарбайтеров, представителей ЛГБТ? А потом ушел оттуда безнаказанным. Дебаты прошли в феврале, но арестовали Тесака только в июле. Ему вменили статью 282. Возбуждение ненамести либо вражды. В 2008 году судили на три года. Пока он находился за решеткой, на него завели еще одно уголовное дело по статье 282. Тесак освободился в 2010. Пока он сидел, о нем распускали слухи, что бойца за правую идею на зоне прессовали кавказцы. Слава пришла к Тесаку, когда он стал снимать ролики для движения «Окупай педофиляй», где он устраивал настоящие сафари на педофилов. Ловили ножевца, подставные подростки договаривались о встрече, где педофила ждали Тесак с толпой людей, пойманных, унижали, били и обливали мочой. Процесс снимали на видео и публиковали в интернете. Право поучаствовать в сафари можно было купить. Если смотреть на вещи логично, идея была гениальной. Насколько плохо бы вы не относились к Тесаку и его методам, вы не можете защищать педофилов. Тесак хайпанул, а его инициатива нашла последователей. Поклонники по всей стране не видели ничего незаконного в действиях Тесака и верили, что он пытается бороться с педофилией и наркоторговлей, пока полиция бездействует. Другие движения активистов типа «Леп Против» и «Стоп Хаммер» Санкевич презирал. Называл их имитацией общественной деятельности. В целом это был его золотой период. Тесак заявлял об амбициях политика, пытался выдвигаться на Координационный совет оппозиции, раздавал интервью и читал лекции. Люди всегда искали простой способ похудеть. Каких только чудо-диет, рецептов и волшебных снадобий при этом не попробовав. Но сегодня технологии шагнули далеко вперед, и волшебные пилюли созданы под брендом спортивного питания «Оптимил» – жиросжигатель «Липотропик Лайт». Три капсулы в течение дня заставят ваш организм вырабатывать большее количество энергии, тратить больше калорий и будут умеренно отбивать аппетит. Вы получите долгожданный результат даже без интенсивных тренировок. За пару недель приема вы ощутите на себе эффект жиросжигателя нового поколения. «Липотропик Лайт» от «Оптимил». Спрашивайте в магазинах своего города. Тесака приглашали на телевизионные шоу, и он никем не воспринимался как маргинал или преступник, скорее как русский богатырь, который ловит законченных мерзавцев и вершит справедливость. Все шло очень хорошо, как вдруг на Тесака снова начали заводить уголовные дела. Тесак снял обзор на фильм «Сталинград», и в его высказываниях обнаружили проявление экстремизма и разжигание ненависти. Тесак в тюрьму не хотел. Пока на него заводили дело, он через Беларусь отбыл на Кубу и планировал вести деятельность в интернете оттуда. Но на «Острове свободы» его арестовали и выдали России в 2014 году. Остаток жизни он и проведет в заключении. Дела на Тесака стали заводиться одно за другим. Пока его судили по статье 282 за видеоролики ВКонтакте, следствие готовило новое обвинение. Теперь это была статья 162 «Разбой совершенной группы лиц» и статья 213 часть 2 «Хулиганство совершенной группы лиц». В основу обвинения легла деятельность еще одной организации Тесака «Окупай наркофиляй», которая охотилась на предполагаемых продавцов Спайса. Одного из них, уроженца Таджикистана, Тесак с дружинниками ударили электрошоком, били и порвали ему куртку. Видео об этом выложили в интернет. Приговором по этим статьям стало 10 лет строгого режима, но следствие продолжило работать. Именно по этой причине отбывающего наказание Корелия и Тесака решили этапировать Москву по сложному и неудобному маршруту. Именно в Челябинске 16 сентября 2020 года его нашли мертвым в камере СИЗО. В столицу Тесака везли для явки с повинной. По новому делу о преступлениях, якобы совершенных еще в конце 90-х, когда Марцинкевичу было лет 14-15. Сторонники Тесака отказались верить в версию про самоубийство. Брат Тесака, Олег Шульц, отметил, что тот всегда говорил, «Если меня найдут мертвым, не верьте в самоубийство». Тоже Марцинкевич написал ВКонтакте в 2014 году. «Если на пересылке вскрою вены, если повешусь, значит не помогли». СМИ заявляют, что в прощальном послании, найденном рядом с телом, Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятности администрации СИЗО номер 3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Якобы записку он закончил словами «Простите меня». А что вы думаете по поводу Тесака? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok